Сегодня я хочу рассказать немножко про некоторые механизмы формирования ложных воспоминаний и немножко про предпосылки. Вопросы, почему это вообще важно изучать, почему это интересно изучать. Посмотрите на предпосылки, секунд 10. А теперь несколько вопросов к вашей памяти. Давайте посмотрим. Во что вчера был одет последний одетый человек, с которым вы разговаривали? Помните? Можете припомнить уверенно? Что позавчера вы ели на завтрак? Кто может уверенно припомнить? Ну, несколько человек могут, чуть меньше половины. Где сейчас лежат ваши запасные ключи от дома? Вот конкретное место. Такая-то полочка такого-то. Один, два, ну, человек десять, двенадцать. Хорошо. Где вы оставили последнюю книгу, которую прочитали? Вот это уже лучше. Хорошо. Как выглядело ваше лицо 10 лет назад в зеркале? Кто уверенно сможет нарисовать? И что мы обнаружим, если сравним этот фоторобот, допустим, с тем, что было? Как называлась в анонсе данная лекция? Кто помнит? Называлась сложная память. Да? А не так, как на слайде. Ну, и последний вопрос. Какие слова были на предыдущем слайде? Вы на него смотрели? Десять секунд. На самом деле, предлагается предложить несколько слов и проверить, какие из них вы вспомните, какие нет. Ну, хорошо. Давайте посмотрим еще на одну вещь. Вот изучали, допустим, на людях, которые очень интересуются политическими новостями, отслеживают события, вот предлагали вспомнить по фотографиям разные события и прокомментировать. Может быть, они помнят какие-то новости, связанные с этой фотографией, могут какие-то детали рассказать. Они уверенно вспоминают и это, и это. И комментируют, говорят, вот тогда-то были те новости, все, классно, я прочитал это в газете, увидел на экране. Там такое событие обсуждали. Проблема в том, что одна из этих фотографий сделана в фотошопе, а вторая была на самом деле. Это подводит нас к еще раз предпосылкам вопроса. Есть несколько сторон, с которых мы заходим, чтобы изучать формирование воспоминаний о том, чего никогда не было, а также искажение воспоминаний о том, что было. Значит, некоторое время назад, в конце 90-х, пронеслась по США эпидемия детских травм. Не в смысле эпидемия детских травм, а эпидемия воспоминаний, восстановленных воспоминаний о детских травмах, которые когда-то якобы были. С другой стороны, товарищ Спанос основал новые направления в когнитивной науке, направления социокогнитивного изучения гипноза, в частности, того, как гипноз позволяет или не позволяет что-то вспоминать. Кроме того, это эпидемия лишнее слово, есть большое количество ложных признаний в преступлениях. Люди признаются в том, чего не совершали, и многие из них отправляются в тюрьму из-за этого. А кроме того, многие очевидцы преступлений, свидетели, тоже дают показания, которые оказываются ложными. Тем не менее, они очень уверены в том, что дают верные показания. Они не хотят никого обмануть. Это разделы судебной психологии, так называемой. Есть еще один заход неожиданный от исследований пациентов с разделенными полушариями, с разрушенными межполушарными связями. Есть исследования в области детской психологии. Дети плохо в каком-то возрасте различают вымысел, допустим, сон, мечты и реальность. А потом с возрастом это как-то изменяется, это тоже что-то привносит. Ну и да, вот это перекликается с первым пунктом. Там же детские травмы, а ребенок, он на самом деле вообще мог что-то запомнить? Если мог, то как? Постепенно пройдемся по этим пунктам. Ну вот есть ссылка на выступление Элизабет Лофтас, которая начала исследование ложных воспоминаний и с тех пор там уже порядка 40 лет исследует. Есть большая серия интересных опытов по внушению ложных воспоминаний. Она начала с исследования показаний очевидцев, надежности и того, как очевидцы могут перейти от утверждения вот этой фотографии, больше всего похожа на того, кто совершил преступление, того, кого я видел, к через день показанию вот это именно тот самый человек, которого я видел. Это большой разрыв, больше всего похожий именно он совершил. Дальше она перешла с помощью наводящих вопросов и других некоторых методов формирования ложных воспоминаний у детей старшего возраста, младшего возраста, взрослых. Удалось внушить, например, воспоминания о том, что человек летал в детстве на воздушном шаре с семьей своей куда-то. Удалось внушить, что он тонул, и его спасали спасатели. Или что его покусала злобная собака. Но кто-то может сказать, что это не очень этично, внушать людям такие вещи. Но дело в том, что началось это все с того, что некоторые психотерапевты смогли внушить своим пациентам что-то вот из этой серии, что с ними происходило якобы. Ну хорошо. И вот два примера двух вопросов, которые оставляют задать нас вот эти исследования. Вот если вас изнасиловали, и вы видели, кто это, вы сможете опознать того, кто это сделал? Шанс больше третий, что не сможете. Опознаете неверно. Если вас допрашивали и пытали, исследование проводилось на солдатах в плане, в рамках обучения в армии США, сможете ли вы опознать того, кто полчаса это делал? Ну почти в ста процентных случаях нет, не сможете. Тут что-то интересное с памятью происходит. Хорошо. И вот какие мы получили в этих исследованиях источники дезинформации. Что-то, что может повлиять на то, как вы вспомните то, что было. Ну перечислим их. Тут разные ситуации. На самом деле это все, что с вами происходит после того, что было. Новости, которые вы узнаете. Обсуждение произошедшего с кем-либо меняет воспоминания о произошедшем. А отсутствие припоминания и обсуждения тоже меняет воспоминания о произошедшем. Вопросы к себе, попытка осмыслить, что случилось, рефлексия меняет воспоминания о произошедшем. Ну и, конечно же, вопрос того, кто вас опрашивает, тоже меняет воспоминания о произошедшем. Из всего этого мы можем сделать такой вывод о памяти и перейти к другим подступам. Вывод звучит так. То, что мы вспоминаем, является расплывчатой смесью фрагментов того, что было и того, что совпадает с нашими убеждениями, ожиданиями, текущими эмоциями, потребностями, догадками и тем, что было до и после. Тут мы оказываемся в некоторой ловушке языка и ловушке интуитивных представлений. В нашем разговорном языке, так же, как в разговорном языке многих других народов, закреплено слово «вспоминание», «припоминание», как извлечение некоторой записи. И когда мы говорим, мы используем вот эту коннотацию, что мы извлекаем воспоминание. Вспоминаем. Тут, собственно, нечего добавить. Но в физике бывает, что цвет, когда физика использует слово «свет», это нечто далекое от обыденного значения слова «свет». Когда физика использует слово «звук», это нечто далекое от обыденного значения слова «звук». Когда мы используем слово «воспоминание», мы тоже должны изменить его значение подальше от обыденного языка. Воспоминание – это вовсе не извлечение какой-то записи, это какой-то другой процесс. Ну, хорошо. Также исследования выявили, что вам может дать некоторый психотерапевт не очень добросовестный. Это оставим для вопросов после лекции. А пока продолжим про значение языке. Вот посмотрим файловую систему. Вам уже сегодня приводили метафору файловой системы, дефрагментации. Посмотрим на файлы, посмотрим, что о них знает файловая система, что через записи в ней знает операционная система. А вот всего этого память наша не содержит. В ней нет сведений об источнике, о дате регистрации события, о внесенных правках и других версиях записи. Кроме того, в ней вообще нет файлов. Вместо этого есть фрагменты, раскиданные по нейросети, которые связываются в какую-то модель, которая является нашим воспоминанием. Хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Там было что-то про судебную психологию и были исследования внушения ложной вины. Во-первых, большой процент полицейских уверены, что точны при обнаружении виновности невиновность подозреваемого. Это хорошо, что они уверены. Кроме того, это популяризируется кинематографом, средствами массовой информации. У всех на слуху представление, что если человек признался, значит, он виновен. И этого, в принципе, достаточно для вынесения приговора. А как на самом деле? На самом деле признание ничего не гарантирует. Ну вот, например, вот этот человек признался в шестистах серийных убийствах. Неплохо. Реально он убил, возможно, одного или двух человек. А вот это, Джордж Буш, будучи прокурором в Техасе, 150 и более раз откладывал смертный приговор для этого человека. Вот эти пятеро признались в жестоком нападении на людей, совершенном одновременно. И кто-то отсидел там шесть лет, кто-то восемь, кто-то одиннадцать, потом всех отпустили раньше, чем прошел назначенный срок, потому что оказалось, что они ничего не делали. Ну хорошо. В действительности люди не способны обнаружить, когда кто-то ложно признается, от случая, когда кто-то на самом деле признается в том, что делал. Вероятность обнаружения примерно равна случайному угадыванию. Кроме того, недавно я рассказывал про распознавание лжи, люди не способны обнаруживать ложь. В норме это, опять же, случайное угадывание. А полицейские ничуть не лучше способны распознать ложь или верность признания, но при этом больше уверены в своих домыслах. Ну и давайте немножко статистики. Вот по состоянию на 89-й год США судебные психологи следовали дела, обнаружили, что примерно 10% осужденных на большие сроки, больше года, были осуждены ошибочно. А из тех, там есть некоторый процент, кого реабилитировали впоследствии на основании теста ДНК, вот из них примерно четверть приходилось на случай ложных признаний, а оставшиеся три четверти на ложное опознание свидетелями. Вот куча людей, вот этих подвела своя память, не признали в том, чего не делали, а вот этих подвела чужая память. Кто-то опознал их. Только представьте, какой-то человек сел в тюрьму на 20 лет за убийство, которого не совершал, потому что там пятеро подростков уверены в своих воспоминаниях. Представьте себе это. Вы сели на 20 лет, сели в 20, вышли в 40. Ни семьи, ни друзей, ни образования, ни свиданий, ни путешествий, ничего. И все потому, что кто-то уверен в своих воспоминаниях. Это интересно изучить. А вот ссылка на выступление одного нейрофизиолога, который рассказывает один из таких случаев. Ну и вот люди провели исследование по внушению вины. Они придумали дизайн эксперимента. Что выяснилось, если кратко, внушить вину можно всем. Каждому, кто сидит в этом зале, если я подберу условия, я смогу внушить вину в том, что он не делал. Более того, больше двух третей распространяют это признание в сплетнях, в том числе и в разговорах с незнакомыми людьми. То есть им внушили, что они сделали то, чего не делали, они признали вину, а дальше они идут и сами рассказывают другим какие-то подробности того, чего на самом деле не делали. Слухи распространяются, их уверенность возрастает. Кроме того, люди, опять же, примерно треть, уверенно вспоминают детали того, чего не было. кроме того, что признали свою вину. Ну и некоторые люди, как выяснилось, легче признают вину, чем другие. Кто это? Ну, во-первых, это молодые люди. Молодые люди легче признают вину, чем более взрослые. Есть люди внушаемые, есть люди социально изолированные, им тоже легче внушить вину. Люди признают вину легче, если сталкиваются с убедительными доказательствами своей вины, даже если доказательства придуманные или ошибочные. Ну, ладно. Кроме того, если мы применяем запугивания или какие-то иные манипуляции, мы тоже повышаем шанс. Это оставим вариант повышенной внушаемости для вопросов после лекции. Это тоже оставим на вопросах после лекции. Еще одна интересная одна интересная серия опытов заключалась в том, что мы даем людям записать свои показания о каком-то событии, которому они были свидетелями, вот сейчас, потом записываем их показания о том же событии через день, потом через месяц, потом через год и через два с половиной, три года. Показания существенно различаются. Неизбежно растет разница этих показаний. У некоторых людей растет быстрее, у некоторых медленнее, но растет в любом случае. При этом уверенность людей в своих показаниях, в том, что именно то, что они вспомнили, вот последний опрос, имело место быть, уверенность не уменьшается. Иногда она даже увеличивается. Последняя строчка о предпосылках была про детскую психологию. Ну, есть ряд вещей про детей. Ряд вещей. В частности, они обучаются социально. Они узнают что-то о форме земли, о Боге, о устройстве тела, еще о чем-то. На основании чего? О Санта-Клаусе. На основании свидетельств взрослых в основном. А как они их оценивают? Это оценивают их на основании чистоты, как часто им об этом говорят, и уверенности. В судебной психологии долгое время бытовало представление, что если человек уверенно о чем-то говорит, то, наверное, это правда. Если он уверен в своих показаниях, это правда. У детей то же самое. Очень подозрительно, что эти две вещи совпадают. Они не должны совпадать. Ну, ладно. Что еще мы знаем про детей? Ну, вот, во-первых, лет до семи-шести вообще практически ничего не сохраняется в плане автобиографической памяти. Поэтому, если кто-то говорит вам, что помнит что-то из этого, скорее всего, это ложные воспоминания. С другой стороны, с возрастом, хотя уровень автобиографического запоминания повышается, надежность повышается, при этом повышается и возможность сформировать ложные воспоминания. Это связано с несколькими вещами. Во-первых, с развитием способности формировать спонтанные ассоциации между идеями, словами, понятиями. Во-вторых, с способностью обнаруживать закономерности, связывать события в некие сюжеты. Об этом я дальше скажу. И, в-третьих, с распознаваниями классификации объектов. С возрастом мы все лучше научаемся распознавать объекты, лица, дома, инструменты и так далее, там, виды трав, виды автомобилей. Их классифицировать. Вот это, допустим, еда, это кисломолочный продукт, это понятие из линейной алгебры, это из тригонометрии. Но вместе с вот этим, так называемым, извлечением сути, с механизмом классификации и распознавания, возрастает способность распознавать в ущерб деталям. Принимать ранее невиденное за уже виденное. Ну а теперь давайте перейдем к больше каким-то механизмам того, как все это работает. Значит, что у нас есть? Вот это первое. Вот это второе. У нас есть некоторый набор когнитивных эвристик, когнитивных правил, которые позволяют нам отсеять часть воспоминаний как сомнительные. И делается это в основном на том, что это либо яркие, но неожиданные воспоминания, то есть мы не ожидаем того, что с нами тогда могло что-то происходить, и поэтому это воспоминание воспринимается как, наверное, сомнительное, наверное, ненастоящее. А если ожидаем, то воспринимается как вполне реальное воспоминание. А кроме того, воспоминание может быть ожидаемым, но при этом отрывочным, фрагментарным. Тогда оно тоже воспринимается как, скорее всего, ненастоящее. Это первое. Набор когнитивных эвристик. Но дальше их хорошо бы как-то локализовать, найти нейронные процессы какие-то. У нас есть два модуля. Я так довольно условно отметил. Это на стыке теменной и височной долей. В обоих полушариях два модуля. Один Майкл Газанега метко назвал модулем высшей речевой обработки или левополушарным интерпретатором. А другой — это так называемый центр обнаружения аномалий. Во-первых, есть индивидуальная разница. У кого-то один работает лучше, у кого-то другой работает лучше. А во-вторых, есть результаты переутомления, длительного стресса, недосыпания, при которых эти модули являются одними из первых в мозге, которые начинают сбоить. Кроме того, есть различные повреждения, а также методы транскринальной стимуляции, допустим, которые позволяют смотреть либо на пациентах, что с поведением и памятью становится, либо в лаборатории экспериментировать, смотреть, что получается с распознаванием образов. Вот если повредить один из них или на время отключить, подавить его работу, левый полушарный, то вы теряете способность видеть закономерности в окружающем мире. Окружающий мир теряет для вас причинно-следственную структуру. Это необычно. Только представьте, мир без причинно-следственных связей. А если повредить другой, правополушарную область симметричная, то вы легко классифицируете объекты, распознаете категории объектов. Вот это лицо, это собака, это слово какой-то категории слов. Однако вы перестаете справляться хорошо с задачей отличия того, что вы уже видели, от того, что вы еще не видели. Для левополушарного модуля речевой обработки не суть важно, действительно ли это было или не было. Он классифицирует. Хорошо, идем дальше. Еще несколько исследований проведены были Динером, Канеманом и не помню фамилию еще одного исследователя. Исследовали разницу между тем, что люди воспринимали, допустим, о боли или удовольствии на протяжении какого-то срока, какой-то медицинской процедуры или отпуска, или еще чего-то, слушание симфонии в записи, и того, что они помнили. И увидели, что есть характерное различие, всегда есть, между тем, что помнится, и тем, что воспринимается. Кроме того, мы можем копнуть дальше вообще в то, как работает мозг и все его функции, и обнаружить интересные вещи. Несколько работ о том, как связывание событий по времени формирует наше ощущение причинно-следственных связей. Когда у нас есть ожидание о том, что наше действие вызовет какой-то результат, и оно происходит, и результат происходит, мозг ретроспективно искажает прошедший между событиями временной промежуток, и нам кажется, что времени прошло меньше, и для мозга, и для нашего восприятия это означает, что это причинно-следственная пара. А когда у нас что-то неожиданное происходит, ретроспективно завышается временной интервал, и нам кажется, что это несвязанные причинно-следственными связями события. Кроме того, из-за следований добровольных действий мы знаем, что хотя мы ощущаем, что наше намерение запускает действие, на самом деле наше намерение и осознание того, что мы что-то выбрали, последует за каким-то бессознательным выбором, за какой-то бессознательной активностью, то есть вывод из этих исследований воли и добровольных действий и ощущений агентства примерно такой. С учетом того, как мозг обращается с нанесением событий на карту времени, с учетом того, что он делает это спекулятивно и всегда опосля. Любое воспоминание о последовательности событий можно считать ложным. Но некоторые из них более ложные, чем другие. Хорошо, давайте в сон посмотрим. В конце предыдущей лекции вам говорили, какую роль сон играет в консолидации памяти, что происходит во сне. Это важно для формирования воспоминаний, в том числе ложных. Этот процесс имеет определенные особенности. до сна вы встречаетесь с какими-то данными новыми, с новыми стимулами, повышается активность нейронов, увеличивается проводимость синапсов, растут шипики дендритные, увеличивается количество рецепторов к глутамату в них. Во время сна все синапсы приглушаются, количество рецепторов падает, все воспоминания гасятся. При этом это подобие эволюционного алгоритма. Те синаптические ансамбли, которые разряжались активнее, чаще и были более когерентны в процессе бодрствования, имели больше связей с тем, что уже было запомнено, больше захватывали внимания. Те ансамбли синаптические будут претерпить потерю данных меньшую, чем те ансамбли, которые меньше разряжались и были менее когерентны во время бодрствования. Это очень удобно, это очень адаптивно. Когда я учусь играть на фортепиано, я скорее всего чаще нажимаю правильные клавиши, а неправильные реже. Вот на начало сна у нас есть память, грубо говоря, на самом деле не обо всем, что было, но о каких-то частых событиях. Если мы теперь просто уберем сколько-то единиц от всех этих воспоминаний, в основном у меня останется память о том, как правильно играть на фортепиано, а неверные нажатия забудутся, и эти ассоциации потеряются навсегда. однако очевидно, что тут нет фильтра на истинность. Единственный фильтр это частота. Если что-то часто повторяется, то это для мозга верно. Это единственная проверка на верность, которую производит мозг. Часто значит верно. Но неплохо. Ну и да, больше ассоциаций значит легче запомнить, будет более конгерентный ансамбль, будет лучше разряжаться. Тоже как бы верно. Похоже на то, что уже есть, значит верно. Это эвристики, это адаптивные эвристики, но они непосредственно означают возможность формирования ложных воспоминаний. Хорошо, давайте посмотрим на память вообще. Где у нас что с памятью? Есть классификации разновидности памяти. Не буду подробно об этом говорить. Память бывает разная. достаточно. Есть локализованные более или менее регионы мозга, которые имеют ключевое значение для тех или иных видов памяти. Есть разная динамика гасания памяти со временем. Есть, например, понятие кратковременной памяти, долговременной памяти и совсем долговременной памяти. тут график не полный, не обращайте внимания. Это якобы память, которая хранится всю жизнь. Вот по современным данным, по-видимому, следует, что вот такая память возможна только в одном процессе, в процессе постоянной перезаписи. Что-то вспоминаете, это перезаписывается, изменяя то, что уже было записано, и вот это наши воспоминания всей жизни. Но, разумеется, это не те воспоминания, которые здесь сформировались. Память реконструктивна, вот что нужно про нее знать. Поступает новая информация в депо кратковременной памяти, консолидируется в долговременную. Когда вы вспоминаете что-то из долговременной памяти, грубо говоря, что-то активируется, какие-то нейроны гипокомпального комплекса, которые обеспечивают кратковременную память, допустим, декларативную, семантическую. А дальше, в зависимости от того, что там уже содержится, происходит реконсолидация и перезапись того, что уже было в долговременной памяти. И следующее извлечение будет означать еще одну перезапись. Это механизм, который, опять же, на самом базовом уровне означает, что воспоминания лоббильны. Вот так лучше переписать. Сначала новый стимул занимает рабочую память, если ему хватает на это параметров, не буду говорить каких. Дальше он распознается и классифицируется с участием корковых областей. Дальше переходит депо кратковременной памяти, и заодно активируются какие-то проекции в долговременную память. из одной области мозга нейроны как-то связываются, имеют устойчивые связи с другими областями мозга. Дальше происходит подгрузка этих проекций в депо кратковременной памяти и консолидация, то есть перезапись. И что мы можем с этим сделать, и что с этим бывает? А бывает вот что. Если мы повредим вот эту стрелочку как-то, например, с помощью стимуляции или методами оптогенетики или методами переутомления или повреждения мозга, повредим вот этот механизм активации проекции в долговременную память из того, что уже распознано только что, объект будет казаться да, я неправильно поставил название, объект перестанет быть знакомым. это будет то, что называется джаме вюм. Мы видим что-то, но не узнаем, хотя мы это уже видели. И напротив, если мы повредим память, так что те нейроны, которые раньше реагировали именно на разницу и на наличие вот этой подгрузки из долговременной памяти, если они теперь будут активироваться без этой подгрузки, то незнакомый объект начнет распознаваться как знакомый и уже виденный. Но это не единственные вещи, которые приводят к формированию дежавюм. Это будет дежавюм. Подробнее могу ответить в вопросах к лекции. Хорошо, но кроме того, у нас есть методы оптогенетики. Мы, в принципе, научились создавать на месте у них с помощью сначала мы выращиваем мутантную мышь, реагирующую на определенный свет определенным образом, дальше стимулируем, и мы научились создавать следы памяти, которых не было в обучении, памяти о том, с чем она не сталкивалась, и это работает. Например, мы так можем научить ее проходить эффективный лабиринт, в котором она никогда не была и могла научиться, только если бы несколько раз по нему прошла. Далее надо представлять опять же вот эти две вещи. Здесь не совсем то, что нужно, выделено, но височная область и ее стыки стименной области производят классификацию и распознавание. Про это я уже говорил. Вот так, какие-то стимулы кодируются, обобщаются. Это механизм работы речи, распознавания образов и их классификации. Проблема в том, что вот эта обработка автоматически означает потерю части данных в процессе классификации, в процессе распознавания. Помним, распознавание означает свертку, то есть потерю части данных. При этом оказывается есть вот такая зависимость от того, сколько мы предъявляем какой-то список, допустим, слов или фотографий и тому, с какой вероятностью происходит ложное распознавание чего-то в нем, как уже виденного. Видим, что интересно, что при дальнейших предъявлениях вероятность вот этих спонтанных ассоциаций ложного распознавания может уменьшиться, но при каких-то небольших предъявлениях она будет достаточно высокой. Ну и вот такие выводы, можно сказать. Мозг вообще не решает задачу хранения воспоминаний, вместо этого воспоминания это модель, построенная в процессе извлечения. Модель может быть точная, может быть не очень. Между тем, надо помнить, что память, наша память о себе, о том, что с нами было, лежит в основе самоидентификации. Но у нас нет памяти как записи о том, кем мы были и что из себя представляли. Тут можно вспомнить популярную картинку когнитивных предвзятостей. Часть из них связана с особенностями работы памяти, на самом деле большее из них связано с особенностями работы памяти. Например, вот это. У нас есть некоторый образ себя, примерно постоянный, который мы почти неизменным проецируем в прошлое и будущее. Я буду выбирать там, когда-то, спустя годы что-то, я тогда ощущал что-то. Это очень интересное и глубокое когнитивное явление. Образ себя, примерно постоянный. Полная ерунда с точки зрения фактов, потому что это на самом деле, хотя нам кажется, что он постоянный, он реконструктивен. Ну и кроме того, другие вещи многие тоже связаны в этой таблице с особенностями работы памяти. Хорошо. На прошлом лектории Ключарев рассказывал про когнитивный диссонанс, как еще один механизм, приводящий к искажению воспоминаний, что если мы встречаем, попадаем в ситуацию, когда ожидаемо не соответствует действительному, нам становится неприятно, даже если мы это не осознаем, и неосознаваемо происходит несколько вещей. Можно изменить действия, поведение в долгосрочной перспективе, можно изменить мнение, то есть сделав ложную память об эмоциях произошедшего, можно изменить восприятие произошедшего, то есть ложную память или искаженную память о событиях, можно изменить мышление. Любое из этих действий уменьшает дискомфорт и таким образом достигает цели, организму более приятно. Есть работы интересные про раскрывающие эти механизмы, есть несколько областей, которые в этом задействованы, это поясная кора, островковая кора, лобная передняя нижняя кора, и нижней части теменной коры. их активация, отчасти это активация вербальной модели, отчасти это активация системы подкрепления, отчасти это активация областей, ответственных за исполнительный контроль, влияет на работу областей, которые обеспечивают излечение долговременных воспоминаний и дальнейшую их реконсолидацию, и таким образом приводит к изменению этих воспоминаний. Ключевые области вот они, значит у нас есть гиппокампальный комплекс, не только гиппокамп, но и окружающие области коры, и свод, здесь показан только гиппокамп, мы можем наблюдать активацию в процессе направленной попытки что-то забыть, при этом подавляется часть нейронов гиппокампа, активируется часть нейронов лобной коры, можем наоборот наблюдать активность в процессе припоминания чего-то, все это задействует вот эту ключевую область, связанную с речевой кратковременной памятью. Кроме того, у нас есть еще одна вещь, это конфабуляция, известная клиническое расстройство, упад психология такая. Конфабуляция это когда человек, обычно в результате на фоне амнезии прогрессирующей, но не всегда, у человека возникают устойчивые, подробные, ложные воспоминания о том, что с ним было в то или иное время. Он может вам очень подробно рассказать о том, как он 4 часа назад зашел в кафе, увидел человека, поговорил с ним о том, ты был одет в то-то, дальше он пошел куда-то еще, что-то сделал, и все это полная ложь. Но он уверен в том, что это правда, потому что что-то нарушается в работе памяти, а что нарушается, нарушается области базальных ганглиев, нарушается области гиппокампа, области височной и на стыке височной теменной коры, и нарушается передняя лобная область, их работа связанная с когнитивным контролем. Все это влияет на механизмы консолидации и извлечения. А в целом, что надо сказать про память? Я показывал диаграммку, где было отмечено, что разные формы памяти кодируются разными областями мозга, и они тонко взаимодействуют друг с другом, формируя нашу итоговую память, наше ощущение о цельных воспоминаниях. Дело в том, что воспоминания не цельны, и это важно. На самом деле воспоминания фрагментированы, и каждый фрагмент моделируется каким-то модулем отдельным. Небольшое рассогласование в работе этих модулей, допустим, в результате переутомления или недосыпа, этот модуль перестал работать согласованно с тем или с этим. И все. У нас происходит перемешивание, потеря или ошибочная идентификация фрагментов. Во всем этом есть несколько вещей, которые можно вывести. Люди судят людей на основании воспоминаний. Судебная психология, суд, следствие, допросы, ну и более житейские. Мы помним, что наш товарищ что-то о нас сказал, а мы что-то ответили, он вел так, эмоциональная реакция была такая, мы судим друг друга на основании воспоминаний. Принимаем решение на основании воспоминаний. В конце концов, память это единственное, что остается с нами постоянно. Тем не менее, да, мы идентифицируем себя, самих себя на основании воспоминаний. При этом, вообще говоря, никаких воспоминаний как записи у нас нет. Есть реконструкция, производящаяся прямо сейчас и много механизмов, почему это так происходит. Во всем этом можно увидеть некоторую тонкую иронию. я помню что-то о себе, что-то о Васе или Джорджу. Ладно, теперь лекция. Вот вы слушаете эту лекцию и я вам что-то рассказываю или не я. И в зависимости от того, как я буду рассказывать, какие эмоции у вас вызову, какие ассоциации у вас активируются, пока вы слушаете, в зависимости от этого вы запомните эту информацию как более правильную или менее правильную, как запомните надежнее или менее надежно. Есть целый класс навыков выступления, которые в общем-то сводятся к тому, что чтобы люди услышали правду, выступающий должен ему соврать или использовать какие-то методы, которые концентрируют внимание не на том, что он рассказывает, а вызывают эмоции, вызывают, используют манипуляции вниманием на чем-то. В этом тоже есть некоторая ирония. Ну хорошо, эту тему можно раскрыть чуть больше. Вот есть замечательная любопытная работа о том, как наше представление, о том, насколько компетентным является эксперт, с которым мы говорим, влияет на то, как мы запоминаем. Когда мы думаем, когда у нас есть представление, что мы общаемся с экспертом, то что-то происходит. У нас меняется активность системы подкрепления, меняется активность систем когнитивного контроля в префронтальной корее, меняется активность вот этих височно-теменных областей, височных областей, меняется активность в результате левых гипкомпальных нейронов и прилежащих к ним нейронов нижней части коры. И в результате, когда вы ощущаете, вы думаете, что выступающий более компетентен, он больше эксперт, чем кто-то другой, вы надежнее и надольше запоминаете и запоминаете как более верное то, что вам рассказали. это некоторая глубокая особенность социальной адаптации человеческого мозга. Это перекликается с тем, что мы говорили про детей, которые оценивают достоверность источников на основе чистоты и уверенности. Вот у взрослых появляется развитый модуль доверия экспертам. Что-то подобное мы уже видели, когда ходили в музей. Когда человек идет в музей и видит там одну картину, и когда он просто смотрит на нее на экране или на стене комнаты, мозг по-разному реагирует. Когда картина в музее, мозг так говорит, ага, мы в музее, здесь много картин, значит, картина, наверное, красивая, наверное, глубокая, осмысленная. Когнитивная активация происходит гораздо на большем уровне, запоминается дольше, внимания выделяется больше, и картина кажется более осмысленной, чем если та же самая картина рассматривается в условиях далеких от галереи. Тоже какой-то хитрый модуль, какая-то хитрая эвристика обработки данных. Ну, хорошо. Напоследок, собственно, это предпоследний слайд, я скажу, что, тем не менее, именно такая память ненадежная и лоббильная является адаптивной. А почему? Ну, тут некоторый график. Ненадежная память критически необходима для социального ориентирования. Именно вот эти спонтанные ассоциации и изменение их, именно построение гибких обобщений с потерей части данных лежит в основе социального моделирования, в основе ментализации модели психического. Без этого жизнь в социуме невозможна. Кроме того, вот эти все неправдоподобные эвристики памяти позволяют значительно упростить в вычислительном плане я-модель организма и такие ее аспекты, как регуляция мотивации, регуляция обучения и так далее. Наконец, реконструктивная память, а не запись, как на диск, она гораздо дешевле в плане организации. Она дешевле и занимает меньше места в плане синаптических связей. Кроме того, ненадежная память, вот эта меняющаяся память, позволяет, как я говорил в лекции про творчество, генерировать новые решения старых задач. И это позволяет повысить выгоду от процесса обучения. Кроме того, она необходима для свободного оперирования символами и абстрактного мышления. Если вы слишком хорошо помните все, то ваша способность к абстрактному мышлению становится хуже, чем если вы помните чуть хуже. Ну и да, пожалуй, все. Ну вот дополнительная литература, кроме статей, которые были отмечены на слойдах. Ну а также можно подписаться на группу мою. А закончить я хотел бы цитатой, наверное, из Марка Твена, а может быть и нет. Удивительно не то, сколько вещей могу вспомнить, а то, сколько вещей могу вспомнить, которых на самом деле никогда не было. Все. Если у вас есть вопросы, то я готов на них ответить. Спасибо.